Звук, достаточно хороший звук, да? Вас хорошо слышим. Хорошо, спасибо. Меня попросили выступить на вашей конференции по этой теме, поскольку я много лет занимался международными отношениями, публиковал на эту тему различные сборники. И я думаю, наверное, я не буду ограничиться только 1939 годом, а немножко уйду и дальше, чтобы понимать вот ту специфику, которая сложилась в Европе в результате войны. Итак, Вторая мировая война. Вообще, наверное, надо начать с того, что мы уже очень много знаем и очень много опубликовано колоссальные объемы информации. И тем не менее, историки, специалисты продолжают спорить. Не все сюжеты ясны, каких-то документов не хватает. Но, наверное, один из самых очевидных вопросов и внешне простых, почему вообще она началась? Что повело ко Второй мировой войне? Дело в том, что после окончания Первой мировой войны мир был просто потрясен. И многие правительства сделали все возможное, чтобы новая война не началась. Настолько большие были потери, особенно в Европе. И выход, независимо от политической ориентации, многие политические деятели в 20-30-е годы видели, во-первых, в отказе от войны, как способы решения военных споров, так и в заключении двусторонних или многосторонних пактов о ненападении. То есть специальный договор, который обе страны подписывают и обязуются не нападать друг на друга. В 1928 году министр иностранных дел Франции и госбриан, и госсекретарь США Келлог предложили заключить крупный международный договор всем практически странам мира. И этот договор вошел в историю как пакт Бриана Келлога. Смысл его заключался в том, что все страны заявляют, что они отказываются от войны как способа решения каких-либо споров. В кратчайшие сроки этот пакт подписали почти все страны мира. 63 страны, по-моему, подписало. И лишь некоторые страны отказались. Мексика, Бразилия, Саудовская Аравия. Но по своим внутренним причинам. Советский Союз тоже подписал этот пакт почти сразу после его подписания другими основными участниками США, Великобритании, Франции тогда же в 1928 году. Кстати, госсекретарь Келлог получил в 1929 году за этот договор Нобелевскую премию. Мало кто об этом знает, но такое большое значение придавалось этому договору. Другой способ, как я сказал, это заключение обоюдных договоров о ненападении. Это была общая практика конца 20-30-х годов. Именно, начиная, наверное, с пакта Бриана Келлога, можно говорить о политике так называемой коллективной безопасности в Европе. И Советский Союз, его лидеры считали, что это такая коллективная безопасность один из лучших способов предотвращения войны. И действительно, в 20-е годы, в начале 20-х годов никто воевать не хотел. Однако ситуация стала быстро меняться с приходом к власти фашистов. Мы их называем нацистами по названию их партии в Германии, национал-социалистов, и переориентации политики Японии. Часто в аудиториях разных задают вопрос, а зачем вообще надо было Гитлеру или японцам воевать? Ведь капитализм позволяет торговать, производить товары, получать прибыли, добиваться больших успехов. И часто приводят в пример успешные страны конца 20-го, 21-го века. Здесь нужно прямо сказать, что в то время капитализм не был таким глобальным. существовало масса тарифов, ограничений в торговле. И общее, так скажем, мироощущение было таково, что успешными могут быть только те страны, у которых есть, кроме большой армии, территории, у которых есть колонии. Если есть колонии, то как бы ты можешь их эксплуатировать и, соответственно, жить лучше. В Европе и вообще в мире, наверное, и США тоже существовала точка зрения, многие так считали, что после заключения Версальского мирного договора, после окончания Первой мировой войны, с Германией, как побежденной страной, которая проиграла Первую войну, поступили очень жестоко, грубо, очень сильно наказали немцев за развязывание той войны. Поэтому, когда Гитлер пришел к власти и начал говорить о несправедливости Версальской системы, о том, что многие вещи надо поменять, то и в Париже, и в Лондоне, и в Вашингтоне находили в этой риторике рациональные зерна, что действительно неправильно поступили, можно как-то это изменить. Поэтому идея, что если как-то поделиться какими-то колониями, если удовлетворить какие-то требования фашистов, то можно сохранить мир. что вот это будет как бы таким хорошим поводом для установления окончательно дружеских отношений, никаких претензий у новых германских властей к другим европейским странам не будет. Другой аспект, который играл очень большую роль в то время, это антикоммунизм. После победы Октябрьской революции в Советском Союзе, тогда в России, Советский Союз образовался чуть позже, мир фактически столкнулся с новым явлением, такого никогда не было. Появилась большая страна, крупная политическая сила, которая отрицала частную собственность и взывала к другим народам, к трудящимся, что мир можно перестроить, таким образом, так же, как и в России, в Москве, и можно избавиться от богатых и добиваться успехов ради собственного народа и удовлетворить нужды всех бедных и так далее. Эта идея была крайне популярна у беднейших слоев во многих странах, но она же очень сильно пугала правящие элиты, правящие классы практически во всех странах мира. Поэтому антикоммунизм он всегда присутствовал при выработке какой-то политики в Европе и в мире. ведь как рассуждали в то время многие лидеры государств Европы, например, во Франции, в Великобритании, что почему вот прошла революция в России, почему так получилось, а потому что была война. В результате войны массы обнищали, народ обнищал, жизнь была плохой. И в результате ухудшения в условиях жизни люди забунтовались, началась революция, вот и поэтому большевики победили. Отсюда мысль такая, что если не будет войны, то коммунисты к власти не придут. Поэтому войны надо избегать любимых способами. И эта политика избегать войну любым способом получила название политического умиротворения от английского слова эпизмент. То есть считалось, что если пойти навстречу потенциальным странам, которые странам потенциально способны провоцировать войну, то конфликты можно решить. И в этом смысле в Европе единственная страна, которая могла как раз спровоцировать конфликт, была нацистская Германия. Хотя в Италии уже были фашисты власти и риторика Муссолини была тоже достаточно агрессивной, Италия не была такой экономической, политически сильной страной, которая могла бы спровоцировать и начать большую войну. В основном итальянцы были активны как раз на африканском континенте и в малых странах Европы, например, в Албании. Когда нацисты окончательно пришли к власти, ситуация стала быстро меняться. Гитлер начал переворужение армии и потихонечку стал ломать ту самую Версальскую систему, которая сложилась после Первой мировой войны. Советский Союз по понятным причинам был противником фашистов на европейском континенте и во все других странах, потому что для фашистов коммунизм это олицетворение мирового зла и так далее. Поэтому основные усилия советской страны были направлены на создание такой системы, желательно коллективной системы безопасности, чтобы новая война никогда не началась. Поэтому основная активность, принципиальная активность советской дипломатии это заключение как можно большего количества договоров о ненападении с другими странами. И в принципе, если вы посмотрите на дипломатические документы того времени, многие из которых опубликованы, вы увидите, что советское внешнеполитическое ведомство, оно, разумеется, подчиняло высшему политическому руководству, политбюро во главе со Сталином, постоянно предлагало вот такого рода пакты, договора со всеми близлежащими странами. И даже фашистской Германии, начиная с 1934 года, Советский Союз тоже неоднократно предлагал подписать такой пакт о нападении. Но для Питера СССР был враждебной страной, и Германия все время отказывалась. А вот наиболее важные договора с Францией и Чехословакией подписать удалось. И это был очень важный договор 30-х годов. Он был взаимным, то есть Чехословакия, эта страна появилась, кстати, на карте после Первой мировой войны, Франция и Советский Союз брали на себя обязательство защищать друг друга в случае войны. Был подписан такой договор трехсторонний между этими странами. Причем Чехословакия выступила инициатором, чтобы помощь ей была оказана в случае войны обязательно только двумя странами. Не только, чтобы Советский Союз оказывал помощь, а обязательно Франция. Если Франция окажет, тогда и Советский Союз. Это положение этого договора имело принципиальное значение в 1938 году. По мере того, как Гитлер ломал Версальскую систему, создавал мощную армию, флот, авиацию, ему это было запрещено. Но он это сделал, и на Западе закрывали глаза, полагая, что это не так плохо, что Германия будет балансом таких сил, что будет всегда потенциально выступать против Советского Союза, и это как бы считали приемлемым до определенного момента. Была еще чисто психологическая причина, почему вот так внешне легко фашисты в Италии, нацисты в Германии делали свои дела. Это, как ни странно, восприятие и Муссолини, и Гитлера во всех западных столицах. Гитлер выглядел как разумный политик, очень много говорил о мире, о том, что он хочет помочь своему народу, и его, и Муссолини тоже, воспринимали как людей своего круга, с которыми можно договориться. В то время, как советского руководства в лице Сталина, было таким непонятным, неясно было, как с ними иметь дело. Полагали, что высшее руководство СССР думает только о мировой революции, что они всегда были заинтересованы в разжигании внутренних конфликтов, чтобы левые силы пришли к власти в той или иной стране. А Гитлер выглядел как вменяемый разумный политик. И мы сейчас видим по многим дипломатическим документам, когда с ним встречались и обсуждали различные вопросы, он действительно говорил тихо, спокойно, убедительно. Очень важная встреча произошла у Гитлера в ноябре 1937 года с лордом Галлифаксом. Он в то время был, такая была должность в британском правительстве, лорд хранитель печати. Как бы это второй человек после премьер-министра. Он имел очень большое влияние, большие связи. Его приватным образом пригласили в Германию поохотиться, поучаствовать в охоте. И он туда приехал и встретился со всеми лидерами нацистов, включая Гитлера. И состоялась очень большая беседа между Галлифаксом и Гитлером. И Галлифакс взял на себя инициативу без согласования этого вопроса с Министерством иностранных дел собственной страны. он приватным образом сказал Битлеру, что Великобритания готова удовлетворить все основные претензии нацистской Германии. И он назвал те самые страны, которые можно эти вопросы решить. Он назвал, что можно решить австрийскую проблему, чешскую и польскую, причем включая возврат каких-то территорий Германии. И во время этой беседы также Галлифакс поблагодарил Гитлера за его вклад в борьбу с большевизмом. Эта встреча оказала на нацистов очень большое влияние. текст этой беседы был многократно перепечатан. Она была секретной, но его напечатали в нескольких экземплярах и рассылали многим лидерам нацистского государства. Беседа была секретной, англичане тоже ее не публиковали, и она стала известна только после Второй мировой окончания Второй мировой войны и вместе с трофейными немецкими архивами попала к нам в Москву. Ее специально перевели для Сталина, и Сталин ее получил уже только после войны, и внимательнейшим образом с красным карандашом в руке он ее читал и подчеркил все места, как бы объясняющие потом его дальнейшее поведение. Так вот, эта беседа с Гарри Факсом очень сильно приободрила Гитлера. Он вообще верил в такой тайной, частной дипломатии. Одно дело, когда какая-то пропаганда, даже какие-то официальные договора, а другое дело, когда мы частным образом приватно встретились и обсудили какие-то вопросы и договорились между собой, что мы будем вот так и так действовать, а не обращайте внимания, что там пишет пресса или еще что-то. Гитлеру такая дипломатия очень нравилась, очень нравилась. И буквально через несколько месяцев он начал свою экспансионную политику. В марте состоялось присоединение Австрии, а затем в марте 1938 года, а затем Гитлер сконцентрировался на, как ему так казалось, главной проблеме на возвращении части территории, которая была, оказалась собственностью Числовакии. То есть там проживало немецкое население, это Судетская область Числовакии. И Гитлер хотел эти территории вернуть назад в свое государство, которое он называл Рейхом. В это время продолжается, начинается сильнейшее давление осуществляться на Числовакию. Сложная дипломатическая борьба была, она хорошо описана, но все закончилось в конце сентября 1938 года подписанием так называемого Мюнхенского соглашения. Мюнхенская, потому что она была подписана в городе Мюнхене. Туда приехали премьер-министр Франции Беладье, премьер-министр Великобритании Чемберлен, и там же были Муссолини и Гитлер. Смысл соглашения был в том, что четыре страны сами решали территориальный вопрос в Европе. Это было впервые после Первой войны. То есть четыре страны подписали договор, по которому та самая Судетская область переходила в подчинение нацистской Германии. Что интересно, что на Чехословакию просто надавили и даже не спрашивали их мнения. Представители Чехословакии ожидали подписания договора в специальной комнате, а Советский Союз даже не спросили, что он по этому поводу думает. Вначале как бы предлагали, что СССР тоже должен в этом участвовать, но потом решили, что справится сам. И Советский Союз не пригласили участвовать, хотя он был союзником Чехословакии и Франции. В результате Мюнзерского соглашения Германия получила одну треть территории Чехословакии и получила очень важные заводы Шкода, на которых делалось военное оборудование. Это существенно увеличило военную мощь Германии. На Западе думали, что подписав такое соглашение под Западом я имею в виду в первую очередь Францию, Великобританию, они играли лидирующую роль в этом процессе, особенно Великобритания и США, которые поддерживали Чендерлен политику Великобритании. Так вот, они считали, что если подписали договор такой с Гитлером, то война предотвращена. и Чендерлен получил письмо Гитлера, приехал туда, приехал, вернулся назад в Лондон и махал этой бумажкой и говорил, ну вот, все это мир на века. Действительно, когда из Мюнхена Чендерлен и Беладе вернулись домой, их встречали восторженные толпы, люди радовались, что войны больше не будет. Но, увы, ситуация была не в пользу этих стран, и единственный человек, который знал, что война будет, это был Гитлер. Никто не знал в Европе, что будет война. Все думали, что ее можно как-то предотвратить. А Гитлер знал, готовился и использовал эту ситуацию максимально для достижения своих целей. Мюнхельское соглашение показало, что политика коллективной безопасности практически не получается. Для Советского Союза и лично Сталина это был большой удар. то есть по рассекретающим документам Кремля мы видим, что Сталин был готов участвовать в переговорах, готов был обсуждать вопросы, но от него демонстративно отказались, Советскому Союзу не предлагали никак участвовать, решили вопрос сами. Поэтому Мюнхельское соглашение очень сильно повлияло на политику Советского Союза, очень сильно. И стал вопрос, что делать. Этот же вопрос продолжал стоять и в Париже, и в Лондоне. Галифакц, который в то время был министром национального дела в Великобритании, вызвал к себе советского посла Майскола, это было в октябре, 38-го года, и спросил, ну что, что, что вы теперь будете делать, какова будет ваша дальнейшая позиция, Майский послал шифровку в Москву с просьбой дать ему ответ, и получил очень грубый ответ, я бы сказал, злой ответ, за которым стоял Сталин и наркома национальных дел Литвинов. И ответ гласил, что товарищ Майский, посол не обязан отвечать на все вопросы, которые ему задают. Сообщите правительство Великобритании, что советское правительство обдумывает свое решение, обдумывает сложившуюся ситуацию и сделает выводы. Это было очень такое резкое послание. Майский даже испугался и потом писал новые шифровки и извинялся, что может его не так поняли. но его поняли правильно и стоял вопрос, как быть дальше. Пока политика продолжалась как бы по накатками, что единственный способ противодействовать нацистам все-таки это союз между крупными державами Франция, Англия и СССР. Гитлер ускорил развитие событий, сам же нарушил Мюнхенское соглашение в марсе 1939 года. он просто ввел войска на территорию Чехословакии и присоединил к себе всю Чехословакию, а Словакию сделал отдельным государством. Это привело к полному разрушению той системы, которую пытались сложить англичане не французы. Поэтому в марте вновь оживились в марте 1939 года вновь оживились переговоры между Великобританией, Францией и Советским Союзом. Смысл этих переговоров создать какой-то союз. чтобы в Европе не было войны. Понятно, что этот союз потенциально должен быть против Германии. Но у Советского Союза не было общей границы с Германией. Как он будет с ней воевать? И Москва со своей страны говорит, что надо обсудить вопрос с другими странами, с Прибалтикой, с Польшей. Прибалтика это Латвия, Литва, Эстония. И польское государство или Румыния. Ведь чтобы войти в столкновение с немецкими войсками, нам надо перейти в границы. И вот этот вопрос о разрешении войскам СССР перейти в другие границы был самым сложным в то время. Он так и не решался. Его обсуждали, обсуждали и договориться не удавалось. Причем в Прибалтике, в Латвии, Литве, Эстонии и в Польше считали, что если разрешить Красной Армии появиться на их территории, то появление таких войск вызовет социальный протест, а возможно и революцию. Поэтому они не хотели, чтобы им помогала Красная Армия. Наиболее упрямую позицию заняла Польша. Она, наверное, была не совсем рациональна, но поляки считали, что никогда они не позволят войскам Красной Армии появиться у себя на территории. Поскольку начались переговоры в вяло текущем формате между Францией, Великобританией и СССР, об этом было известно и в Берлине. У Гитлера до ввода войск в Чехловакии конкретного плана не было. он не знал как он будет действовать. Он полагал, например, что получит свои территории, но Польша будет его союзником. В будущей войне против большевизма. однако британские и французские правительства опасались, что после захватки Словакии Польша будет следующей жертвой. И они заявили, что дают Польше гарантию, свою гарантию, что если на нее нападет Германия, Польша тут же получит военную помощь. Об этих гарантиях Чемберлен заявил 31 марта 1939 года. И это взбеседло Гитлера. Он был в ярости. И буквально через несколько дней, 3 апреля, он подписал директиву ВАЙС, это был план войны против Польши. И этот план был подготовлен в кратчайший срок за 9 дней. И уже в этом плане была обозначена дата 1 сентября, как возможно начало войны. и дальше меняется вся немецкая стратегия поведения в Европе. Что нужно сделать? Нужно изолировать Польшу, чтобы она была одна. Нужно добиться того, чтобы французы и французы и англичане не смогли помочь Польше. И одновременно надо договориться с Советским Союзом. И вот нацистская дипломатия начинает действовать в этом ракурсе. До Советского Союза, до Сталина лично доводится желание немецкой страны улучшить отношения. Причем до такой степени, что Гидер дает распоряжение еще в феврале 1939 года уменьшить накал антикоммунистической пропаганды. Извиняюсь. И в Крыме вначале не знали, как реагировать, потому что откровенность была необычная. Немцы говорили так. В нашей лавке магазине много товаров. Берите все, что вам надо. Мы для вас все сделаем, что вы хотите. Главное не надо помогать Польше и не надо заключать договор с англичанами и французами. Ну, конечно, в Москве как было, думали об этом, но также знали, что фашисты же это враги коммунистов. говорили, ну, а как же майн кампф? Здесь Гитлер сам пишет, что будет воевать, что нужны земли Советского Союза. на что в Берлине говорили. Не обращайте внимания, это давняя история, это ерунда. Затем все немецкие дипломаты стали довозить до Москвы одну и ту же мысль. Ну, мысль была проста и она, в общем-то, нравилась по-видимому. Ну, зачем вам нужна эта Польша? Это проблемное государство. От нее только одни беды. Давайте с вами договоримся и все. Не надо воевать за интересы Польши. Пусть эта страна будет там непонятно, что с ней будет, а давайте мы с вами договоримся. И если вдруг какая-то война будет, что-то не так, то вам главное не вступать в эту войну. Причем эта мысль уже была предельно точно доведена до Сталина в начале августа 41-го года. В начале августа 39-го года, извините, 39-го года. А в это же время в Москву приехала британско-французская миссия обсуждать возможные военные действия в случае конфликта с Германией. То есть одновременно шли переговоры в Берлине дипломатические и начались военные переговоры в Москве. Что интересно, что эти переговоры были секретными в Москве и стороны договорились их даже не записывать. То есть как бы чтобы протоколов не было. Ну, конечно, участники переговоров сообщали о том, что происходило во время переговора своим начальникам в Париже, Лондоне и в Москве, но как выяснилось сейчас, после того, как доступны многие документы архива Сальна, Палибюро и Генштаба, советская сторона вела протокольную запись. По-видимому, они сидели в соседнем комнате или где-то еще и стенографически записывали полностью все заседания, прям стенограммы. Эти стенограммы лежат в архиве Генерального штата. они тут же расшифровывались и в этот же день Сталину сообщали о том, о чем договорились конкретно во время совещаний. Почему это так важно? Потому что в литературе существует мнение, что для советской страны эти переговоры были неважны, что к ним относились как бы для видимости только вели переговоры. На самом деле их воспринимали очень серьезно и Сталин действительно детально пытался обсуждать какова будет военная помощь со стороны Франции и Великобритании в случае военного конфликта. Но как выяснилось уже позже во время переговоров это стало ясно и Сталину что французская и британская страна не хотели иметь конкретное соглашение. То есть задача была тянуть переговоры. Ничего не подписывались. И главный вопрос который нужно было решить как Красная Армия будет переходить границы к примеру Польши он тоже не решался. А в Берлине в это время продолжали давить на советскую сторону и предлагали все больше и больше и больше. именно немецкая страна предложила подписать так называемый секретный протокол по которому определить сферы влияния Германии и Советского Союза в Европе. В Москве сначала отказались не хотели подписывать а потом подумали и решили ну ладно а что вы предлагаете немцы прислали маленький текст всего там было три предложения это не понравилось Сталин сказал нет ну надо какой-то реальный договор ну и тогда уже немцы прислали свой вариант а Сталин карандашом его исправил как он видит это и к удивлению опять же советской страны немцы совсем соглашались мгновенно тут же потому что Гитлер уже решился на войну он знал что будет война ему важен был межритет Советского Союза Сталин хотел потянуть время посмотреть как будет развиваться ситуация и когда ему предложили вот встречу что приедет возможно какой-то чиновник немецкий в Москву обсуждали вопрос он решил это сделать попозже но Гитлер написал письмо Сталину попросил принять Риббентропа как можно быстрее ну и получив опять же негативное мнение руководителя советской делегации на переговоры с французами и англичанами маршала Ворошилова что ничего не происходит Сталин согласился принять Риббентропа и таким образом в течение буквально двух недель в августе месяце 39 года произошло резкое изменение советской внешней политики был подписан договор о ненападении с фашистской Германией 23 августа Гитлер Гитлер в этот день а это была ночь уже в Берлине он не спал он очень боялся что не получится и когда ему Риббентроп позвонил из Москвы и сказал что все нормально то тогда внесли шампанское и фюрер сам не пил но все кто там был они пили шампанское так они были довольны что им удалось нейтрализовать возможное влияние Советского Союза на дальнейшие военные действия в Европе и несмотря на все попытки англичан и французов первого рано утром первого сентября Гитлер начал боевые действия против Польши Польша не могла долго сопротивляться и поэтому победа вермахта германских вооруженных сил была делом времени но Гитлеру было очень важно чтобы в этом в этой войне также участвовал Советский Союз и он убедительно просил Сталина тоже вмешаться в конфликт а поскольку сферы влияния были определены и Западная Белоруссия и Западная Украина которые были частью Польши входили в зону влияния Советского Союза то Гитлер настаивал на быстрой реакции однако Сталин выжигал более двух недель он хотел увидеть какова будет реакция французов и англичан будут они воевать против Германии или нет французы действительно перешли границу с Германией в местечке чуть южнее Дюссердорфа там где была граница и углубились на территорию Германии где-то на 8 где-то на 12 километров где-то даже на 16 километров но немцы не реагировали они как бы отвозили свои приграничные войска ничего не происходило а когда польское правительство стало прорегивать французы выбили свои войска это стало убедительным поводом для Кремля что французы и англичане вмешиваться не будут и 17 числа уже войска краснами перешли границу в Польше и оккупировали районы Западной Беларуси и Западной Украины Гитлер также предлагал Сталину взять большую часть Польши включая Варшаву но советский лидер отказался считал что это будет плохо для будущих взаимоотношений с поляками и остановился в основном на территориях только Западной Украины Западной Белоруссии затем был подписан договор который зафиксировал эти границы в Европе между фашистской Германией и Советским Союзом и в мире и в Европе сложилась совсем другая ситуация впервые в своей истории советское руководство могло решать проблемы не спрашивая мнения Парижа Вашингтона или Лондона и вот это ощущение силы пронизывает советскую внешнюю политику начиная с сентября и заканчивая июнем 41 года уже после до нападения нацистской Германии на Советский Союз Ну вот приблизительно вкратце та ситуация которая сейчас как мне представляется наиболее адекватно как я описал изложена в современной литературе споры между историками продолжаются не все какие-то вопросы нам ясны у нас например нет данных там разведки британской или собственной советской разведки но в целом я думаю что большинство историков сходится во мнении и приблизительно понимает ситуацию так же как вот я вам сообщил спасибо большое спасибо Сергей действительно ли было у Великобритании и Франции желание заключить какой-нибудь договор с Советским Союзом чтобы предотвратить войну или же эти их попытки сказать вести какие-то переговоры либо заключить какой-нибудь договор это было просто как вы сказали политика умиротворения или же создать иллюзию на глазах у Гитлера что они могут выступить в коалиции если начнется война против Запада именно вот спасибо Чемберлин премьер-министр Великобритании в принципе не хотел союза с Россией его как бы почти заставляла оппозиция и в первую очередь Черчилль например если бы премьер-министр Великобритании был Черчилль скорее всего такой союз бы состоялся но Чемберлин лично не хотел поэтому когда они посылали военную миссию в Москву в августе 1939 года им было важно чтобы эта миссия очень долго добиралась до Москвы и они до сих пор если посмотреть как они это обсуждали довольно смешно например на самолетах обсуждали в правительстве Великобритании что на самолетах очень быстро нельзя нельзя а если на крейсере поплыть ну как же крейсер это же мощь британского флота мы на крейсере приплыем и русские будут думать что этот договор нужен нам больше чем им это не это нехорошо поэтому там даже один из генералов на обсуждении сказал ну если так нам давайте пошлем их на велосипедах в шутку но в этой шутке была доля правды поэтому они выбрали самый медленный способ пароход они плыли неделю а потом приплыли в Ленинград а из Ленинграда уже приехали в Москву и задача в миссии была говорить 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 обсуждать ну а Салин если почитать во многие шифровки он часто писал красным карандашом болтовня вот и он повидел так к этому и относился спасибо спасибо большое еще вопросы пожалуйста Сатрия Динов Руслан второй курс исторические факультеты во-первых хочу вас поблагодарить за доклад весьма было увлекательно и очень интересно для себя даже подчеркнул что-то новое что касается вопроса я бы хотел вас спросить касательно реакции европейских стран относительно открытых нарушений Германии условий Версальского мирного договора в частности я имею ввиду конечно же возможное количество личного состава в своем докладе вы упомянули такой тезис что европейские страны ну давайте скажем на середину 30-х годов не понимали куда это все может вылиться и вследствие этого не принимали каких-либо действий не кажется ли вам что уже к этому времени ведущие европейские страны в частности Великобритании и Франции открыто понимали куда этот конфликт ведет например если я не ошибаюсь не ошибаюсь я точнее уже в 37-м году в Германии были открыто опубликованы данные о том что численность их люфт вафа составляет порядка полтора тысячи боевых единиц та же картина была касательно личного состава панцервафа и та же активная политика в поддержке режима Франка и действий в Африке по-моему к этому времени уже открыто все понимали куда этот конфликт ведет не кажется ли вам что здесь стоит упомянуть другие причины более такие закрепленные в историографии скажем вот так вот спасибо ну вопрос еще обсуждается он еще достаточно спорный и наверное мы что-то еще узнаем но я вам говорю что элиты во Франции и правящие элиты во Франции и Великобритании были разъединены там были люди разных взглядов но Чемберлин не хотел союза СССР ему Гитлер вполне его устраивал как бы там была еще корейская семья которая имела хорошие связи с Гитлером и конечно оппозиция не играла большую роль и в том числе и Лебовисы и так далее поэтому закрывали глаза на то что делается в Германии именно правительство потому что думали что это будет хороший противовес большевизму что если будет такая Германия с которой у нас будет мир с которой мы договоримся то коммунисты никогда не победят в Европе и наиболее веским аргументом были события в Испании граждан в Испании потому что западная пропаганда представляла всех республиканцев которые воевали против Франка как большевиков что это нечто похоже на большевиков и говорили что лучше что Франк хотя Франк воевал против законного избранного правительства Испании и когда Советский Союз начал оказывать помощь в Испании то опять же пропаганда писала и в Лондоне и в Париже и в Вашингтоне а вот видите вот большевики вот они лезут уже на Пиреневский полуостров они хотят революцию там поднять а у нас вот есть Италия и Германия они как раз не ведут порядок и даже Черчилль который искренне ненавидел Гитлера он писал что умом я понимаю что надо бороться с Франка но с сердцем я с ним понимаете вот эти вот предубеждения они играли очень большую роль в то время а то что Германия будет такой сильной Люфтваффе Крингсмарина Рермах и так далее это предвидеть было не так просто потому что общее соотношение сил если взять его военное соотношение сил оно многократно было в пользу потенциальных союзников даже без Советского Союза вооруженные силы Великобритании Франции и Польши к примеру только трех стран приблизительно в три раза в то время превосходили потенциал Германии ну о чем говорить как бы им казалось ерунда мы их победим элементарно но я опять повторюсь Гитлер выглядел как адекватный нормальный человек с которым можно договориться он был как бы свой и поэтому нужно было переступить какую-то черту побороть в себе многие чувства чтобы выступать активно против него но вот элиты ни во Франции ни Великобритании к каждому не были готовы Спасибо Большое спасибо Сергей Валерьевич